Добрый вечер, продолжаем нашу пресс-конференцию. Тренер футбольного клуба «Динамо Минск» Орловский Радислав Владимирович. Во-первых, с победой. И давайте, Ваше впечатление по игре до начала. Добились положительного результата. Все довольны. Тогда вопросы. Иван Мецкевич, «Белорусский футбол». Радислав Владимирович, поздравляю с победой. Сегодня команда провела по как минимум обладению мячом 2-ти метральных противоположных тайма. Если в первом обладение «Динамо» превышало 70%, то во втором тайме показалось, что немножко дальняя инициатива соперника с чем-то связана. Во втором тайме появились зоны. Наверное, соперник подустал. Появились зоны. Поэтому мы вскрывали зоны. Из-за этого игра стала быстрее. После двух забитых голов мы уже отдали инициативу. Сели в оборонку. Доигрывали уже по счету. Поэтому разница во владении была заметна. Такой вот вопрос по росту. Две недели назад на прошлой домашней игре поднимали с Артём Владимировичем вопрос. С Артём Владимировичем вопрос по поводу облайн-бедка. Он говорил, что было у него обследование. Можете как-то конкретизировать? Нет, конкретно. Какие-то сроки восстановления? Нет, не знаю. Это к доктору. И сегодня Максим Клочков пропускал. Да. Почувствовал себя плохо. Почувствовал себя плохо и заменили на Шпаковского. И вот такой еще вопрос. Сегодня дважды команда забила в пенальти, но при этом 7 ударов по воротам соперника нанесла. Но именно в гол с игры не смогла конвертировать. С чем это связано? Как можете прокомментировать? Ну, для меня любой гол это гол. Будет он забит с пенальти, со стандарта или с игры. С чем связано? Не попадали в ворота. А так, для меня любой гол ценность одинаковая, что он забит с игры. Ну, вынудили соперника свалить штрафной. Поэтому для меня одинаково, что гол забит с игры, 6 пенальти. Еще вопросы есть? Всем спасибо, коллеги. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...